11 сентября Девятый шаг Темой недавнего собрания был девятый шаг. Вначале я думала, что моя дочь должна предо мной извиниться за то, что она вытворяла в течение нескольких последних лет, и за то, что все еще доставляет мне неприятности. Я также думала, что должна простить ее. Но когда я глубже вникла в суть девятого шага, то поняла, что лично передо мной дочь не виновата. Она навредила в первую очередь себе. Все, что произошло со мной, случилось потому, что я сама позволила ее действиям и проблемам повлиять на меня. Изучая четвертый шаг, я узнала, что не была жертвой. Напротив, у меня было много причин попросить у дочери прощения. До Наранона я была полна гнева. Гнев толкал меня высмеивать, унижать, стыдить зависимую. Под влиянием гнева я пыталась заставить дочь почувствовать себя никчемным человеком. Я не знала, что зависимость – болезнь. Я думала, что моя дочь специально вела себя таким образом, чтобы причинить мне боль и страдания. Теперь я окончательно поняла, что тот образ мыслей был в горне неправильным и бесперспективным, и что мои первоначальные реакции нанесли больше вреда зависимой, чем пользы. Моя несдержанность, слишком бурные эмоции вредили моей дочери, да и мне тоже. Мой гнев нисколько не облегчал моих страданий. Он только усиливал их. Размышления на сегодня. Сначала я пришла в Наранон потому, что страдала. Но после изучения программы Наранона я понимаю, что чтобы боль ушла, мне необходимо возместить причиненный ущерб. В первую очередь себе, во вторую – людям, которым я причинила боль, включая мою зависимую дочь. Прощение – это шаг к свободе. Цитата. Когда я в состоянии сопротивляться искушению судить других, то могу видеть в них учителей, которые преподают мне умение прощать. Напоминать, что душевный покой приходит ко мне только когда я прощаю, а не осуждаю людей. Джеральд М. Польский Субтитры создавал DimaTorzok